Всем привет. Не забудь подписаться на канал. В описании к видео, ты найдешь полезные товары для рыбака с Алиэкспресс. А теперь поехали. Главная цель нами уже обозначена, привлечь максимальное количество рыбы вместо лова. Дело в том, что большинство мирных представителей ихтиофауны, ходят косяками, карась, платва, уклея и многие другие. В стае охотятся и некоторые хищники, например тот же травяной мелкий окунь. Стая стаей, но пропитание то каждый ее член добывает самостоятельно. А косяк приличной численности, быстро выедает все съестное вокруг, перемещаясь на новое место. Так и барражирует стая в поисках пищи по всему водоему. При попадании некоторого количества съестного в воду у стаи, начинается ажиотаж особи начинают конкурировать друг с другом, за наиболее лакомые куски. В результате улучшается качество поклевок они становятся уверенными, без предварительной дегустации наживки, и увеличивается шанс на поимку действительно достойных особей, которые в этой конкурентной борьбе отеснили слабейших. Основная задача рыбака не только приготовить оптимальную, с точки зрения состава и консистенции смесь, но и выбрать наиболее подходящую тактику прикармливания, в зависимости от способа лова, вида предполагаемой добычи, сезона и условий конкретного водоема. Базисом любого состава является основа сыпучая смесь, которую можно приобрести в магазине. На пачке будет рецептура приготовления кормовой фракции, и ее нужно придерживаться строго. Дело в том, что слишком сухая смесь распадется, еще в верхних слоях воды, и будет съедена не представляющая интереса мелочью. Излишне плотная консистенция также нежелательна, питательный шар так и будет сохранять целостность, не испуская привлекательных для рыбы ароматов. Этот момент стоит учитывать, и при приготовлении смеси самостоятельно. В качестве основы можно использовать комбикорм, любые жмыхи, пшено, мамалыгу, отруби, панировочные сухари, молотый геркулес и т.д. Главное, чтобы конечный продукт удовлетворял главные цели, привлечению максимального количества рыбы в заданный участок. В роли наполнителя выступают либо растительные, либо животные компоненты. В качестве первых наиболее часто используются перловка, горох, кукуруза, запаренные зерна злаков, семена подсолнечника и т.д. Животные компоненты это обычно мотыль, рубленый червь, опарыш, прочие личинки насекомых. Нужно учитывать, что добавки животного происхождения способствуют, быстрому разрушению прикормочных шаров, посему их следует добавлять непосредственно перед забросом. Опарыш просто расползается из шаров, так что лучше их ошпаривать. Для коррекции консистенции фракции, применяются связующие вещества либо разрыхлители. Первые это обычно глина, геркулес, мука, манка, крахмал, вторые песок или отруби. Выбор ароматизатора дело индивидуальное. Например, жмахи и так благоухают весьма аппетитно для рыбы, приятные ароматы испускает и рубленый червь. Но многие составы все же нуждаются в дополнительной ароматизации, которая подбирается сугубо, под вкус рыбы в конкретном водоеме в данный сезон. Из наиболее универсальных ароматов можно назвать анис, нерафинированное подсолнечное масло, мед, корвалол, сгущенное молоко. Всевозможные синтетические и натуральные ароматизаторы продаются и в рыболовных магазинах. Еще один тонкий момент подкраска фракции, рыба порой пугается всего незнакомого, так что лучше, если смесь будет не слишком отличаться по цвету, от окружающей среды. Для подкраски естественным способом некоторые рыболовы, применяют кофе или колу тут тебе и запах, и нужный цвет. Следующая немаловажная задача прикормить рыбу, именно в месте лова. В идеале, это должен быть квадрат со сторонами 2 метра, куда и будут осуществляться забросы. Это не так просто, особенно на больших дистанциях. Доставлять питательную фракцию в квадрат ловли, можно следующими способами, рукой. Наиболее распространенный способ, актуальный на малых дистанциях, например при использовании махового удилища. В этом случае скатываются небольшие шарики, и сначала забрасываются массировано, затем небольшими порциями во время ужения. На дальние дистанции точность броска малыми шарами, обеспечивать сложнее, посему либо катают бомбы побольше, и забрасывают маятниковым способом, либо применяют другие варианты, перечисленные ниже. Рогаткой. Ранее все мальчишки умели стрелять из рогатки, сейчас это искусство на грани вымирания. Однако ради результативности лова можно и поработать над его освоением. Рогатку можно смастерить самостоятельно, используя кусок древесины и медицинский резиновый жгут. Пара-тройка тренировок вы сможете стрелять из нее прицельно, варьируя как силу натяжения, так и угол наклона. Кормушкой. Существует масса вариантов кормушек, крепящихся на леску намертво либо скользящим способом. Рациональность их использования диктуется способом лова. Например, наличие кормушки на фидере, выполняет две функции, не только привлекает рыбу вместо лова, но и способствует точности заброса. Катапультой. Существует несколько вариаций катапульт для сверхдальних забросов, позволяющих обеспечить точность закорма в заданной точке. Первый вариант это гипертрофированные рогатки, устанавливающиеся на берегу на прочных станинах, второй своеобразные прощи, закрепляющиеся на оснастке. С лодки. При ловле с лодки все понятно, попасть шарами смеси в точку ужения несложно. Но можно кормить с лодки и при ловле с берега. Для этой цели используются авоськи советских времен, либо знакомые всем овощные сетки, которые забрасываются в воду с грузом либо подвешиваются в ней на кольях. Радиоуправляемыми моделями. Эти новомодные гаджеты, существенно упрощают задачу доставки при кормке, в заданную точку, идеальная точность вне зависимости от дальности. Однако стоят они не дешево, так что приобретать их стоит только тогда, когда вы удостоверитесь, что рыбалка для вас это всерьез и надолго. Правильно рассчитать объем и консистенцию кормовой смеси, по стоячей воде, и медленному течению особых проблем не представляет, даже малоопытные рыболовы справляются с этой задачей, на двух-трех раз. А вот на быстрой реке сия задача несколько усложняется, поэтому при наличии лодки стоит использовать упомянутый, выше за корм с помощью авоськи. Если такой способ недоступен, следует учесть несколько моментов, шары должны быть крупнее. Более крупные шары прицельно бросать проще, а при правильном подходе разрушаются они медленнее. Консистенция должна быть плотнее. Для обеспечения большей плотности, можно добавить в питательную смесь глину с того же водоема, но если принципиально высокая питательность состава, лучше применять овсяные хлопья. Шары стоит утяжелить. Для утяжеления бомб хорошо послужит вышеупомянутая глина, а при ее отсутствии можно закатать в шары немного гравия. Если течение незначительное, стоит сделать объемный первоначальный прикорм, впоследствии периодически подбрасывая в точку ужения, по несколько небольших шариков смеси. По быстрому течению приходится кормить гораздо чаще, до 10 раз в час. В любом случае, по уму стоит протестировать прикормочные шары, понаблюдать, с какой скоростью они разрушаются при конкретных условиях, и исходя из этого разрабатывать дальнейшую тактику. Использование кормушек, как элементов оснастки удилищ для поплавочного ужения, не слишком характерно это больше подходит, для донных снастей различных типов, в частности фидеров, резинок, переметов, поставушек и т.д. Выделяют открытые и закрытые конструкции. Наиболее распространенными конструктивными решениями кормушек для рыбалки, по свободной воде являются, сетчатые. Старое доброе решение кормушка, из металлической или пластиковой сетки. Их модно изготавливать самостоятельно, но покупные варианты практичнее и комфортнее в использовании. Кстати особо экономные рыболовы, применяют с этой целью, сетчатые трубки от женских бегуди. Пружинные. Пружинные скользячки используются и в поплавочной ловле, в частности мочевиками. Самостоятельно эту снасть изготовить можно, но только в стационарном, не скользящем варианте, пригодном для фидера или иных донных снастей. Для жмыха. Для прикорма цельными кусками жмыхов, оставшихся после отжима масла, используются так называемые макушатники. Основной принцип, крепление макухи кубика жмыха нагрузило. Ракеты. Любимый многими фидеристами вариант ракеты или пуля, название дано из-за характерной аэродинамической формы. Первое конструктивное решение спот. Снасть открыта с одной стороны, и снабжена плавучей головкой. При касании воды она поворачивается открытой стороной вниз, и прикормка под собственным весом доставляется прямо рыбе. Второй вариант спомб-снасть, состоит из двух половинок, она начиняется смесью и раскрывается при ударе о воду. Из пла материалов. Это новое веяние в мире рыболовных снастей-кормушки, из растворяющихся в воде материалов. На пла нити нанизывают карповые бойлы, а в сетки мешочки кладут любой другой прикорм, не проваливающийся в ячейки. По осени рыба становится более прожорливой, она готовится к холодам и дефициту питания. И это нужно учитывать как при приготовлении смеси, так и при выборе тактики закармливания. Итак, по порядку вся рыба, даже мирные представители семейства карповых, начинают отдавать предпочтение, все более калорийной и богатой белком пищи. Это значит, что смесь нужно готовить с достаточным включением животных компонентов. Помним, что ингредиенты в виде червей и личинок, разрушают кормовые шары, поэтому готовим состав непосредственно перед использованием. В холодной воде запахи распространяются гораздо медленнее, поэтому без дополнительной ароматизации не обойтись. Причем учитывая осеннее предпочтение представителей их теофауны, в качестве ароматизатора можно использовать сухую кровь или синтетические составы, имитирующие ароматы червя и прочей лакомой для рыбы пищи животного происхождения. Растительный, плодово-ягодный и лекарственный парфюм по осени не в моде. Осенью вода становится более прозрачной, и рыба более полагается на зрение, нежели на обоняние. Ее издалека приманивают облачка мути, которые элементарно создаются при добавлении в смесь молока, муки, панировочных сухарей. Зимой рыба еще более тяготеет к животной пище, а основой питания представителей мирных видов, становится жучок-бокоплав-мормош. Однако добыть его проблематично, поэтому наиболее часто в качестве прикормки, используются высококалорийные смеси с добавлением мотыля. Основная задача доставить состав непосредственно ко дну, четко в точку ужения. Для этого применяются специальные зимние кормушки, самодельные или заводского производства. Зимние кормушки конструктивно отличаются от летних вариантов. Все они закрытые, так как приоритет отдается смесям с добавлением животных ингредиентов. Естественно для дальних забросов они не предназначены, и используются только для ловли в отвес. Рыболовы мастерят кормушки из листового металла, леек воронок, пластиковых бутылок. Если используется пластик, требуется дополнительная огрузка. Конструктивные решения разные, идея одна, снасть в закрытом виде доставляется ко дну, и там раскрывается рыболов тянет за тросик, и высвобождает механизм, закрывающий дно. В любой сезон актуальны следующие требования. Рыбу нужно прикармливать, но не перекармливать, она должна быть голодной и охочей до пищи. Поэтому перебарщивать с количеством смеси не рекомендуется. Особенно важно это в зимний период, разложение корма и вызванный этим процессом запах, и дефицит кислорода только отпугнет потенциальную добычу. Желаем вам хорошей погоды, богатого улова, завидных трофеев и насыщенных радостными впечатлениями дней. Если видео было полезным ставь лайк, и делись с друзьями.